Девушки отдыхают Девушки отдыхают Давай Стоять Пошел Стой Вперед Девушки отдыхают 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 Давай. Какого черта? А ты что думал, мы шутки шутим? Бабки давай. Да нет у меня денег. Заработаю — отдам. Заработает он. Ты вообще когда-нибудь отливку делал? А у него дальше пластилина — дело не пошло. Смотри, верстак поставил. Зачем? Девкам показывать, что ты великий скульптор. Не твое дело. Я ж думал, что вы свое, вы жулье. Каталы. Ободрали, как липку. А ты чего сел играть, если не умеешь? Вадик, мы были свои, пока ты нам ничего не должен был. А теперь у тебя долги, как у Гондураса, Вадик. Мы теперь чужие. Короче так, срок у тебя три дня, понял? Да где я вам за три дня такие деньги-то возьму, а? Подскажи ему. Значит так, жена, журналистка, Евдокия, зарабатывает прилично. Сестра жены Елизавета, бизнес-леди, своя рекламная фирма. Мать Фиона Ксаверьевна. Имеет картинную галерею в старинном особняке. Запомнил? Сволочи! Это же отцовское! В следующий раз будет твоя. Давайте поставим ее здесь и закончим с этим. Ночь на дворе. Нет, левее, пожалуйста. Левее? Так. А теперь чуть правее. Ну куда же вы? А что? Вот сюда. Вот так. Как, Александра, еще ничего не готово? Фиона Ксаверьевна, вы же велели поменять экспозицию к утру. У нас вся ночь впереди. То, что ты сделала, просто ужасно. Это не галерея, какой-то сельский клуб. Так, вот эту стену все переделай. Хорошо. И вот здесь, вот эту половину. Да, хорошо. Я удивлена и разочарована. Извините, Фиона Ксаверьевна. А при чем тут извините? Эта экспозиция говорит, нет, она просто кричит о том, что у тебя отсутствует не только специальное образование, но и элементарный художественный вкус. А ты ведь искусствовед, Александра. Я все переделаю. Я надеюсь. Фиона Ксаверьевна, Вадим звонит, хочет с вами поговорить. Вадим, добрый вечер. Будем перевешивать. Еще чего? Вас же уволят. Это просто она устала за день. Ей надо на кого-нибудь поорать. Сейчас она уедет домой, а завтра мы ей скажем, что все переделали. А она и не заметит. А когда они тебе были не нужны? Не надо мне объяснять, зачем. Мой дорогой мальчик, я не настолько богата, чтобы оплачивать походы в бутики твоей очередной пассией. Все и слушать не хочу. Мне их самой не хватает. А кому их сейчас хватает? Тридцать лет скоро, а он у маменьки деньги клянчит. Не вмешивайся, пожалуйста, не в свое дело. Да я-то что? Я готова его содержать, лишь бы работал. Он талантлив. И он единственный отпрыск старинного рода. А это большая ответственность. И когда-нибудь он это поймет. Давно пора. Когда-нибудь он оценит все, что я для него делаю. Я знаю, он считает меня скупой. Но не могу я себе позволить выбрасывать деньги на ветер. Аренда одного этого особняка чего стоит. Нет, надо покупать свой. Маленький, но свой. И делать помещение под мастерскую, чтобы Вадим был всегда перед глазами. Мечты, мечты. Вот именно. Господи, и зачем он женился на Евдокее? Ему нужна другая женщина. А разве она способна оценить его талант? Служить ему? А моя Саша способна. Твоя Саша там такого наворотила? Не то, что к утру. За два дня не переделаешь. Я пойду помогу. Иди. Дунь. Дуня, мне очень нужны деньги. Я тебя не вижу и не слышу. Дунь, так увить и услышь. Сам не работаешь, другим не мешай. Если ты работаешь, значит, у тебя должны быть деньги. Одолжи. Ты мне и так должен. Забыл, что ли? Я отдам. У меня много должно продаться. Дунечка, будь человеком, а. Ну, нет у меня. У Лизы попроси. Еще чего? Ты что, в карты проиграл? Не твое дело. Не мое дело. А денег просишь у меня. А ты моя жена. У тебя и прошу. Да я давно тебе уже не жена. Попроси у этих своих девок, мус, которые нашу семью разрушили. Ты сама все разрушила. Неужели? Это я изменяла тебе направо и налево. Ты понимала, что выходишь замуж за художника? Понимала. А мне нужны острые ощущения. Полет. А ты меня своей ревностью доконала. Так. Денег не дам. Ни копейки. Ну и стерва же ты. А я дурак. Да. За встречу. А сколько мы не виделись? Не знаю. А что это важно? Давай посчитаем. Прошлый раз… Был семь дней назад. Наши встречи становятся все реже и все короче. Ну, что поделаешь. У каждого из нас свои тяжелые повседневные будни. Повседневные будни. Ну, а что в этом смешного? Не знаю, как у тебя, у меня ни минуты продыха. Да нет, просто ты сказал, масло-масло. Видишь ли, Лиза, у тебя папа известный писатель, а мама международная журналистка, поэтому говоришь всегда правильно. Нет, не поэтому. Поэтому. А я не получил специального филологического воспитания. И могу иногда ошибиться. Имеешь право. Спасибо. Ты ешь давай, остынет все. Мне хочется почему-то. Слушай, может, поедем ко мне? Нет, у меня завтра переговоры с китайцами. Ну, и что? А то, что китайцы любят рано приезжать. Ну, что мне тебе рассказывать, сама знаешь. Что твоя фирма им рекламировала? Чай для толстяков? Это называется пищевые растительные добавки для нормализации процесса метаболизма. Ну, извини, я по-простому. Короче, дисциплинированные китайцы будут ровно в девять, без опозданий. А тащиться из твоего рощина, сама знаешь. Господи, какой же ты зануда. Ну, вот опять. Просто не надо было сдавать городскую квартиру и селиться в деревне. Я тебе в сотый раз повторяю, что я не сдаю квартиру. В ней живут наши друзья. У них родился ребенок, а жить им пока негде. И кроме того, мне нравится в деревне. Там сосны, свежий воздух. Там дышать легко, понимаешь? Понимаю. Ты настоящая тургеневская девушка. Да. Вот видишь, все время дела. Ты говоришь, деревня. Когда? Через час? Видишь ли, я… Занимайся своими делами, а я поеду домой. Правда? Умница ты моя. Спасибо тебе. Не провожай. Я уж как-нибудь сама. Китайцам привет. Машину не гони, гололед. В четверг не увидимся, а в пятницу можно пообедать. Короче, созвонимся. Извини. Повтори еще раз, пожалуйста. Это были музыкальные новости. С прогнозом погоды на завтра вас познакомит сотрудник гидрометеоцентра Елена Назутова. Добрый вечер. В Москве и Московской области мороз усиливается. Ночью ожидается снегопад и понижение температуры до минус 30 градусов. Днем минус 25, минус 27. В ближайшую неделю потепление не предвидится. А теперь криминальная хроника. Еще один неопознанный труп молодой женщины обнаружен возле поселка Рощина Московской области. Специалисты сходятся во мнении, что в Одинцовском районе действуют серийные убийцы. Все три жертвы предполагаемого маньяка... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Андрей Ильич, психологи утверждают, что нормальному человеку очень трудно понять логику действия серийного убийцы. У психологи право. У маньяка своя, только ему понятная логика. Я, как эксперт-криминалист, могу также сказать, что маньяки хитрые, изворотливые и, как правило, не оставляют вещественных доказательств на месте преступления. Стреляй! Будь мужиком! Стреляй! Стреляй! Не буду убивать! Ого! Вы что, сумасшедшие? Убери пистолет, дура! Стреляй! 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 Петя! Стреляй! Стреляй! Сейчас помню… КОНЕЦ Эй! Кто тут? КОНЕЦ Дежурный лейтенант Суков. Алло, милиция? Да, слушаю. У меня тут какие-то следы во дворе. Девушка, у меня тоже следы во дворе. В чем дело? Говорите. Ну, слушаю. Говорите. Извините. Тургеневская девушка. Хорошо сказано. Ну, за тебя, тургеневская девушка. Алло. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Да. Слушаю вас. Доброе утро, сестрица. Донька, ты? Мне ж только к одиннадцати к заказчику. Я хотела узнать, как ты. Мне сон такой страшный приснился. Наверное, переела на ночь? Ну ты что? Я же на диете сижу. А ты сидишь? Я? Да. Сижу. Так вот, мне приснились крысы. А это к чему-то ужасному. В моей жизни все ужасное уже давно случилось. Муж меня бросил. Теперь я за тебя боюсь. А чего за меня бояться? У меня мужа нет. Вот именно. У тебя даже соседей нет. Живешь в лесу одна одинешенька. Ну почему одна? А тетя Люба в конце улицы. И за углом целая деревня. Деревня? За углом. Это-то меня и пугает. А мне, Дуня, нравится, что здесь тихо, спокойно. И по ночам звезды такие яркие. А тебе, Дунь, поесть надо. И все твои фобии как рукой снимет. Ладно, я подумаю. Ну давай, до встречи. Пока. Ладно. 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 Ну все. Не скучайте без меня. До вечера. Алло. Наконец-то. Ой, Елизавета Юрьевна? С добрым утром. Доброе утро, мила. Почему вы так долго не брали трубку? Ой, Елизавета Юрьевна, а я выходила, телефон звонит тихо, вот я и не сразу услышала. Для того, чтобы слышать телефон, надо вовремя приходить на работу. Ну, Елизавета Юрьевна. Какие новости, мила? У Максима Федоровича готов материал по супермаркетам. Хорошо. Я скоро буду в офисе. Хорошо. Вы кто? Не бойтесь, я… Не подходите ко мне. Не подходите. Не подходите. Не подхожу. Успокойтесь. Вот все. Стою на месте. Так. Я вызываю милицию. Не надо. Я друг ваших соседей. Друг Владимира Николаевича. Я некоторое время буду жить здесь. Он разрешил мне пользоваться гаражом. Странно. Меня никто не предупредил об этом. А ведь это наш общий гараж. Ну, я могу сейчас позвонить. Позвоните. Так. Домашний. Домашний не отвечает. Так. Мобильный. Абонент недоступен. Ну, что ж, попробуем позвонить позднее. Знаете что? Мне ехать надо. Так что выйдите с моей половины. И отойдите от моей двери. И не подходите к ней, пока я не уеду. Пойду в воду. Здесь нет окон, не очень. Абонент недоступен. И не боится. Абонент недоступен. Это вы ночью ходили под моими окнами? Ну, почему под окнами? Я просто гулял. Надо же было осмотреться. Тетя Таня! Что, уже родился? Тише. Здрасте, тетя Таня. Вот видишь, разбудил. Тише. Когда приехал-то? Сегодня. А школа? Прогуливаешь что ли? Нет, каникулы. А можно посмотреть? Посмотри. Только тихо. Маленький какой? Маленькая. Это девочка. А как назвали? Елизавета. Лиза. 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 А в этой подлее должна быть стрелка часовая в форме лопатки. А тут обычная. Я поняла. А как ты думаешь? А на что он рассчитывал? На то, что вы, глядя на подлинники, не заподозрите в других вещах фальшивку. Так… Как же мне с ним поступить? А можно взять у него стоящие вещи? Галерея Клэри не станет сотрудничать с эфиристом, будь то сам Гудини. Здравствуй, Вера. Доброе утро, Феонак Саверина. Как вам новая экспозиция? Удовлетворительно. Александру нужно постоянно контролировать. Она… Вера. На чашке трещина. Где? Вот. Вот. Ой, действительно. Извините, я сейчас поменяю. Ой. Что такое? Что-то у меня с головой. Я всю ночь не спала. Давление подскочило. Я сейчас поменяю. Сервис пора менять, Вера. И уже давно. Ну, хотите, я из дома мадаму принесу. Боже упаси, это пошлость. Убери все это. Я от чая позже буду пить. Вера, ну что ты, как коровы на льду? Верочка. Боже мой. Боже мой, что с тобой? Верочка. Ну-ка, ну-ка, очнись. Очнись, Верочка. Верочка. О, боже мой. Ой-ой-ой. Давай. Ой-ой-ой-ой. Ой. Что со мной? Ты упала в обморок. Тебе лучше? Миша. Да. Тогда подымайся. Боже мой. Сервис. Да черт с ним, с сервизом. Это я накаркала. Любимая вещь Сергея Павловича. Может, можно склеить? Отдай Мише. Он починит. Ой. Что это? Фионка Саверина. Здесь тайник. Какой еще тайник? Вера, что с тобой сегодня? Вот. Вера, я, кажется, знаю, что это. Что? Это фамильные бриллианты семейства Клери. Серж, как ты помнишь, мне завещание не оставило. Боялся накликать. Хотя какая дикость. Весь цивилизованный мир пишет завещание. И после тридцати лет, одним словом, галерея нам с Вадимом досталась. А вот драгоценностей мы не нашли. Вера, это божественные бриллианты. Господи, ты мне посылаешь деньги, в которых я так нуждаюсь. А, ключ. 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 Вот этот ключ. И связки Сержа. Он не подошел ни к одному замку. Ну? Ну? Нет, Вера, не могу. Давай ты. Это все? Нет. Зубная техника до сих пор не проплатила. Поэтому зарплату я начислила только вам, себе и гонорар Максим Федоровичу. Остальным я сказала, что задерживается. Нет, Свет, так нельзя. Мила сейчас покупает дорогое лекарство для мамы. Я знаю, но денег нет. Мы всю прибыль потратили на кредит для Алексея Горского. Если ему так срочно понадобилось покупать эту квартиру, почему он не взял кредит в банке? Мы бы поручились за него. Да, но в банке слишком большие проценты. Елизавета Юрьевна, если Алексей вам нужен… Дело не в том, что он мне нужен. А в том, что мне кажется, мы должны хотя бы немного помогать друг другу. Конечно, но… А пока разделите мою зарплату между сотрудниками. Мила, что у вас там происходит? Кто ел из моей тарелки? Кто лежал в моей кроватке? Макс! Браво, браво! Привет! Нравится? Очень! Какая роскошь, Максим Петрович! Так что мы будем делать, Елизавета Юрьевна? Делайте, что я сказала. Хорошо. Это тебе! Нравится? Сам добыл, а? Гигант, а? А клыки-то? Как у тигра? Ей-богу, я рыдал, когда целился. Макс, я не могу. Я не возьму. Перестань. И вот это тебе. Результаты аудита. Клиентская база, партнёры. В общем, добыл всё, что было. Как тебе только удаётся доставать такие документы? Солнышко, это секретная тайна. Я же профессионал. Слушай, у меня ещё никогда не было такого солидного клиента. И если всё это действительно так, то я вытянула счастливый билет. Спасибо, Макс. Прости, что гонорар небольшой. Когда я разбогатею, перейдёшь ко мне работать? Перелечу. Только разбогатеешь, ты не на этом контракте. А что? Что-нибудь не так? Интересно. Хороши бриллианты. И мы тут… Прекрати, Вера! Ну, Серж, вот негодяи, а. Вы же сами сколько раз говорили, что для творческого человека влюблённость — это как стимул, муза и всё такое. А я вас предупреждала… Ну, я даже подумать не могла, что он им будет дарить фамильные драгоценности. Вера, как ты думаешь, зачем он сюда положил эти фотографии? Ну, наверное, ему интереснее было смотреть на свои бриллианты не в сейфе, а вот на этих вот красотках. Ах! Коллекция бриллиантов Клери на коллекции женщин Клери. Какой позор! Какой позор! Самое страшное, что Вадим такой же. А это что? Не знаю. Должна быть и их любовная переписка. Дай сюда. Выбрось. Это не переписка. Это экспертное заключение. Боже мой! Что там, Фионка Саверина? Яйца. Настоящие. Какие яйца? Фаберже. Их три штуки. Они принадлежали семье Клери. Но было принято считать, что это не Фаберже, а так искусная поделка. Красивый сувенир. И цена этой коллекции ну тысячи полторы, там две. А вот это акт экспертизы. Серж сделал ее от меня тайку. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что коллекция подлинная. Ну, и где ж теперь эта коллекция? Да я подарила их Евдокии на свадьбу. Что? Нашли кому? Человеку, который ваши знаменитые четверги, на которые рвалась вся Москва, называл рыбным днем? Вера, ну кто же знал, что Фаберже подлинный? К тому же Вадик был влюблен. Ну кто же знал, что так все обернется? Я знала, Вадиму надо было жениться на моей Сашеньке. Она способна была его оценить и создать ему все условия. И я вам говорила, говорила. Опять ты за свое. Да, говорила, но это был его выбор. Когда это вы считались его выбором? Ты не забывайся. Да я не забываюсь, Феонок Саверина. Я просто очень за вас переживаю. А если он был так влюблен, отчего же он тогда через месяц после свадьбы опять к моей Сашеньке переметнулся. Ну какое это теперь имеет значение? Большое. А вот если бы он женился на Саше, то Фаберже был бы в семье. Вера, ну все. Давай думать. Это даже хорошо, что Вадим не имеет доступа к коллекции. И разумеется, я не дам ему такие деньги в руки. Но извести о том, что он наследник такого состояния, вернет ему достоинство. Он начнет работать. Потому что когда человек талантлив, он не имеет права не работать. Все так. Только вы сначала коллекцию верните. Надо придумать что-то очень простое. Очень-очень простое. Чтобы Евдокия, упаси Боже, ни о чем не догадалась. Скажите ей, что их надо посмотреть, в порядке они или нет. И что их надо каждый год чистить. Вера, Вера, помолчи. Так. Я скажу ей, что они мне нужны для выставки. Да. Для начала ты должна была задать вопрос себе. А почему такие крутые клиенты обратились ко мне? Макс, если бы ты не был моим другом, я бы обиделась. Что, у меня такая захудалая фирма, что ли? Да нет. Твоя команда способна сделать рекламу даже производителем стряхнина. Но. Вопрос-то остается, почему они обратились к тебе, а не к какому-нибудь рекламному моду? Почему? Потому что тебя проще кинуть. Там в папке, которую я принес, есть список рекламных фирм, к которым они обращались последние два года. И что? Так вот, номер один в этом списке — это маленькая ступенская рекламная фирмочка. Это они дали этим супермаркетам идею рекламного ролика, где домик из бана, помнишь? А на крыше цапля вьет гнездо. Аэст, мне этот ролик нравится. Мне тоже. А вот теперь слушай. Работа была выполнена. А супермаркет ее не приняли. Концепция не понравилась. Но ролик-то крутят. Я ничего не понимаю. Ты связывался с этой ступенской фирмой? Пытался. Ну и что? Но ее больше нет. И других из этого списка тоже. То есть, они выжмут из меня все, что можно, а потом… Да. Но ты же рассчитываешь на долгосрочные отношения. У тебя будет большой объем дорогостоящих работ, ты будешь отказываться от многих предложений, потому что, ну, столько не потянешь. Прошу. При этом ты платишь сотрудникам, несешь другие затраты, делаешь предложение, такое-сякое, пятое-десятое, а потом… Им просто не понравится концепция. Хорошо. Спасибо. Но есть же суд, в конце концов. Контракт у тебя типовой. Юриста нет. И вообще, ты способна на длительный процесс отстаивать авторские права? У тебя есть на это деньги? Денег? Нет. Ну, и чё? И чё это всё за мужики? Ну, а я знаю. Вот, смотрите. Не, ну, это не то. Ну, а чё она такая милкая-то? Я тебе объясняю, ей нужно для этой… Как её? Для перголы. О! Угу. Я же вам говорю, у меня пергол. Так. Летом садовник увьёт её розами, и мне туда что-то нужно поставить. Слушай, давай этих гномиков купим, которых на Амкаде видели, а? Ну, хорошие гномики такие, а? Что вы, это же китч. Чё? Китч. Вот именно. Нам-то сказали, что у вас статуи есть. Да. Вам… вам правильно сказали. Идёмте. Куда? В галерею отца. Другое дело. Вот это сколько стоит? Это… это дорого. Сколько? Видите ли… Сергей Калерий — это имя. И вам любой специалист скажет. И если мы с вами договоримся, то я продам вам не за настоящую цену, а намного дешевле. Но только всё вместе. Всё? Ну, это я даже не знаю. Ну, это надо смотреть, куда что поставить. Значит так. Вы приедете к нам за город? У нас там земли, Гектар. Приезжать не обязательно, я же художник. Вы мне расскажете, и я всё нарисую. И вы сможете принять правильное решение. Ну, я даже не знаю. Это легко, вы увидите. Выпейте что-нибудь, у меня есть отличный когор. Ладно, давайте. Сначала нарисуем план вашего участка и решим сделать всё в одном стиле и разбить по зонам. Главное, чтобы вы мне всё правильно рассказали. Извините, я сейчас. Саша, я занят. Что, так занят, что не отвечаешь на звонки? Кто у тебя там? Чем вы занимаетесь? Уходи, я тебя не звал. Мне нужно с тобой поговорить. Приходи через два часа. Это срочно. Пусти меня. Нет. Пусти, скотинок, бабник. Да нет там никого, дура. Историчка. Я убью эту девку. Открой. Открой, сказала. Я принесла тебе деньги. Давай. Чёрт. Зая, ну давай, ну классный гномик. Я в натуре, братана, видел. Ну, главное, недорого. Ну, я тебя умоляю. Ты что, отцовское наследство продаёшь? Саша, иди посиди в мастерской. Не мешай нам, пожалуйста. Не мешай нам, пожалуйста. Ты совсем с ума сошёл? Фёна тебе голову оторвёт. Она же сказала, только если голодать будем. И то с аукциона. А вы знаете, я должна подумать. Я позвоню. Ну, слава Богу. А то бронзы, как на кладбище. Идём. Давай гномиков купи, как классные гномики. Ну, пожалуйста. Я сказала, нет. И недорогие ведь, зай. Тебе лишь бы бабки тратили. Убирайся отсюда. Или я тебя сейчас убью, идиотка. Лучше убей. Но тогда ты кое о чём не узнаешь, и не получишь кучу денег. Иди-ка ты со своей кучей. А если это миллион баксов? Милочка, привет. У себя? Здрасте, Вдакия Юрьевна. В зале. Угу. Привет. Слушай, у меня такие новости. Прихожу сегодня в редакцию. А у нас новый главный редактор. Представляешь, завтра придёт знакомиться. А что с тобой? Что-то случилось? Нет, с чего ты взяла. Всё хорошо. Пойдём ко мне. Я же вижу, что не всё хорошо. Да? Фионак Саверина? Да, всё в порядке. Спасибо. Какие яйца под Фаберже? А, те, что вы мне на свадьбу подарили? Ну, конечно, помню. Они у меня стоят на самом почётном месте. Ой, а это срочно? Ну, просто мне было бы жаль с ними расстаться. Они мне очень дороги, как ваш подарок. Ну, это будет очень престижная выставка, Евдокия. Поэтому, будь добра, не затягивай, ладно? Всего хорошего. Ну, что? Говорит, что не хочет с ними расставаться. Она знает. Фиона Александровна точно знает. Да ничего она не знает. Только не продала б кому-нибудь. Да что вы! Она бы не посмела. Да это её собственность, Вера. Знаете что? А нельзя бы так сидеть и ждать. Надо пойти и забрать, пока её нет дома. То есть, ты хочешь сказать «украсть»? Нет. Вы вернёте реликвию в семью. Угу. Оказывается, как красиво можно объяснить слово «украсть». О! Какая зверюга! Слушай, откуда? Это мне Макс подарил. А! А зачем они ей? А! Говорит, что для выставки. Знаешь, она, конечно, ведьма. Но всё равно, как-то неудобно, надо их ей вернуть. А я, убей бог, не помню, где они. Так ты же во время ремонта много всякого барахла ко мне на дачу привезла. Может, они там, на чердаке, в коробках? Лиза. Лиз. У тебя там так холодно. Ах ты моя птичка. Ну, хорошо. Я тебе их привезу. Только не сегодня, выходной. Угу. Слушай, у тебя телефон наших дачных соседей есть? Ну, где-то было. Что? Ну, у них там какой-то тип поселился. Говорит, что друг. Симпатичный? Нет, подозрительный. Небритый мужик в собачьей дахе. Позвони, спроси. Ладно. Совсем забыла спросить. А как там твои крутые клиенты, ну, эти супермаркеты? Закрылись. Как закрылись? Совсем? Нет на учет. Не приставайся с ко мне с этим. Не получается, да. А где Игорь? Он к тебе приедет? Нет. У него переговоры. Завтра с китайцами, послезавтра с малайцами. А кроме того, он урбанист. Он задыхается на свежем воздухе и слепнет. Ему нравится дышать бензином и смотреть на бетонные стены. Ну, это уже не урбанист, а мутант какой-то. Да нет. Просто он меня не любит. А ты? Не знаю. Наверное, уже тоже не люблю. Лиза, ну что с тобой сегодня? Ну, почему только сегодня? Понимаешь, я прожила в деревне целый год одна. А раньше всегда с тобой, когда каникулы были. А в этом году я весной впервые услышала, как почки лопаются на деревьях. Нет, правда-правда. Такой треск стоит. И ты знаешь, мне так захотелось, чтобы рядом кто-нибудь был, кто бы тоже слышал это. И понимал, что я молчу не потому, что мне нечего сказать, а потому что поехали сегодня ко мне. Венца выпьем, потреплимся. Нет. Мне сегодня еще поработать нужно. Ну, я не хочу тебя отпускать. Но придется. Как же вовремя ты пришла, Сашка. Спасибо. Пожалуйста. А что теперь будет, купим себе дом в Малаге. Наибице. Где захочешь. И будем жить там долго и счастливо. И умрем в один день. А я не хочу умирать в один день. Хотя бы днем раньше или днем позже. Как захочешь. Главное теперь это успеть раньше Фионы. Вы знаете, что произошло? Что? Что у вас с руками? Это что, кровь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова